Обнаженное тело женщины с пробитой головой и окровавленным молотком утром 31 октября обнаружила в ее доме жительница поселка Тракт, которая пришла ее проведать. Оперативно-следственная группа первым делом проверила ближний круг знакомств погибшей, которая долгое время вела асоциальный образ жизни. Но ее приятели оказались ни при чем. Зато отпечаток пальцев, найденный на кружке на месте преступления, привел к бывшему сотруднику местной колонии, 43-летнему Александру Кевро. Сначала мужчина написал явку с повинной и пояснил причину возникшей ссоры. Сидел из-за стола, уехала у девушки крыша и начал говорить ругательные слова. С чего началось? Ну, начало ругаться на меня. Тогда я там подобное, что у меня брат тоже служил двоюродный, что милиционеры все твари. Впрочем, в тот же вечер, во время проверки показаний на месте, позиция подозреваемого резко изменилась. Он стал заявлять, что ничего не помнит и вообще отказался говорить. Скажите, когда мы ехали в поселок Тракт, у вас никакое воздействие не оказывали? Кто? Ну, вообще все присутствующие. Все присутствующие. Могу сказать вам на этот вопрос. Вы хотите, чтобы я сказал нет или да? Я у вас спрашиваю. Я вам отвечаю. Что? Оказывали на вас или не оказывали воздействие? Закрывайте я все. Господи боже мой, господа. После этого Кеверо стал полностью отрицать свою вину. Заявил, что в момент преступления был у матери, а в гости к насельчанке заходил, но якобы за неделю до происшествия. Эту версию стороне гособвинения пришлось опровергать. На протяжении всего предварительного следствия и судебного заседания он вину полностью отрицал. Указывал о том, что его не было на месте преступления. Однако были получены сведения, а именно телефонные соединения и биллинг, которые помогли изобличить в том числе во лжи самого подсудимого. Оказалось, в указанный день 24 октября прошлого года Александр Кеверо был в другом поселке. Кроме того, на участке возле дома, где он проживал, эксперты обнаружили обгоревшие остатки бывшей форменной одежды, которую мужчина до этого носил повседневно. Сожительница видела, как он в те дни что-то сжигал во дворе. Я прислал домой, Саша был во дворе, стоял на трапе. Возле него лежала форма. Я прислала, что делала, и он сказал ничего. Я зашла домой. Потом, через какое-то время, я была на кухне, мыла посуду. В окно видно, что Саша что-то сжег, но я не видела, что он сжег. Мужчина доказывал присяжным, что его заставили себя оговорить. Его мать в слезах подтверждала алиби сына. Но доказательства, представленные следствием и гособвинением, народных заседателей убедили больше. После ознакомления с материалами уголовного дела, фигурант заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. Несмотря на отрицание подсудимым своей вины, по результатам судебного следствия, коллегия присяжных заседателей признала собранные следователями доказательства достаточными и единогласно вынесла вердикт о виновности подсудимого. На основании обвинительного вердикта присяжных, Книжмогосский суд назначил Александру Кевро 9 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Продолжение следует...